Золотые мои Посидеть Юридическое образование Получить И книги написать А кому нужен юрист после тюрьмы Но напишет так Как будто мне 19 лет 19 лет Помните был такой шарлатан Доктор Курпатов Ему было 31 год А он автор 108 монографий Кандидат наук Я думал ебануться 108 монографий 108 книг Ленин написал 55 томов А тут 108 Или монографии были На две страницы Но мне 57 У меня было время Разговор Наверное уже 30-летней давности Олега я как-то спросил Говорю Олег А вот как ты все успеваешь Ты вот и мастер спорта И кандидат наук И бизнесмен И по улице Вопросы разруливаешь Еще депутат горсовета Общественную работу ведешь Благотворительностью занимаешься Когда ты все это Успел в своей жизни А он старше меня был Всего на 4 года Олег сказал так Время это Жевательная резинка И его можно растягивать Как угодно Я эти слова запомнил Это действительно так Жизнь как роман Так вот отмеряя Назад С точки зрения писателя У меня взгляд на жизнь Как у писателя Смогу я с этого выкрутить сюжет Или не смогу выкрутить С этого сюжет Ну да, Армина, например Ну роман конечно не получится Ну что, ну школа Ну спорт Ну первая любовь Бутылка портвейна Выкоренная сигарета Дискотеки Ну Ну повесть В лучшем случае Раз Афган это Самая яркая страница В моей жизни Без разговора Мы тогда уже знали Что ярче Афгана Ничего не будет Нам было там по 19 лет И там по 20 Сидели между собой На броне Разговаривали Говорят А ведь наши Самые яркие годы Самые яркие Да Ничего ярче Кроме Афгана Жизнь доживаю Не видел Ну Афган произвел На меня такое впечатление Что я целых три романа Написал про Афган Один начал писать Что-то нечего Там много Много слишком впечатлений Из Афгана Я вынес И вот то Что я написал Три романа Это примерно Одна треть Я очень много Туда не стал включать Не рискнул просто Психику читателя Пощадил После Афгана Был юрфак Третью Вот Афган Сразу три книги Третья жизнь была Это юрфак Студенческая жизнь Комсомол Общественные какие-то там Нагрузки Строиотряды Колхоз Учеба Сессии Это вот Про это Здесь вот интересно Здесь про студенческую жизнь Ну вот сериал Прошел универ Благодатная тема Конечно Общага Боже Общага Общага Беспорядочные Половые связи В разных комнатах Общага Сильнейшие Эротические Переживания Связаны с Общагой Потом Что Тюрьма Ну из тюрьмы Я тоже Рассказ Выкрутил Из тюрьмы И что еще И роман Выкрутил Из тюрьмы Все там Там скучно Там Ничего интересного Нет Там все тягомотно День на день Похож Ни радости Ни грусти Как в раю Живешь Есть прикол Нет прикола Ни радостно Ни грустно Даже когда есть прикол Это не радость Это прикол Желание Чем-то заниматься Чаще всего Нет никакого Желания Заниматься Ничем Ну так Чифернешь Что-то приколешь Какая-то мысль Появилась Начнешь Что-то плавниками Шевелить Ну это Четвер Пятый Бизнес Из бизнеса Я выкрутил роман Я до мажора Выкрутил Выкрутил роман Вот все Что я видел Вокруг себя Я в до мажора Вбухал Ну кроме Некоторых Так Пикантных Мест Пикантных Мест Я Не видел И участником Он их не являлся Вообще Против Секса На рабочем месте Прямо как-то Вот Только вот На первых шагах Был у меня соблазн Трахнуть Своё Секретарше Ну Три дней Я мучился Надо трахнуть Больно уж Хороша И дала Никуда бы не делась Нет Потом я подумал Сейчас я и начальник А трахну Я и буду Любовник Начнется Блин То родительское Собрание То ребенок Заболел То не с кем Ребенка Оставить Блин Нахуй Мне это все Нужно Блин Сиди Работай Трахать На это ушло Блин Больше чем Она в школе Училась Дурища Интересно Писателям интересно Работать Мне очень понравилось Жалко Что это сейчас Не оплачивается Или оплачивается Очень низко Не по достоинству Тиражи Низкие Чтобы Тиражи Были Там Тысяч 50 Хотя бы Нужно Из телевизора Не вылезать Типа Малахова Или типа Ивлеевой Собчак Мелькать На телевизоре Чтобы твое имя Было на слуху Чтобы Хотя бы 50 тысяч Человек Из 50 Миллионов Чтобы Каждый Тысячный Твой Зритель Тебя Купил Вот Примерно Такие Ни в тираже Ну Наверное Шестая Или Седьмая Жизнь Вот Я Шестой Год Виду Ютуб Канал Не знаю Писательство Не ближе Не скажу Что Ютуб Не мое Нет Мое Мне Интересно Я С удовольствием Этим Занимаюсь Но У писателя Мысли Глубже Есть Время На Продумать Мысли А на Камеру Говорить В режиме Реал Тайм Тем более У меня нет склеек Я не перезаписываю Как есть Есть Ну Конспект Я конечно Себе Пишу Какие Какие Мысли Я должен В ролике Раскрыть Но Все равно Потом Не нравятся Мне мои ролики Пересматриваю Что-то Здесь Не договорил Здесь Был Многословен Здесь Мысли Не четко Выразил Нет Я сам себе Строгий Критик Ну Вот У меня Сколько Жизни На Шестерых Хватит На Шестерых И Кажет Ой Еще Жизнь Боже Как Забыл Как Я Смерть Вылезал Вот Это Вообще Весь Мой Жизненный Опыт Можно В Корзину Вот Эти Три Месяца В больнице Полтора Месяца В реанимации Семь Человек Рядом Умерли В соседних Палатах Мимо меня Же Их Провозили У меня Там Рядом С выходом Была Палата Человек Девяносто Провезли Какой Девяносто Больше Ста Наверное Трупов Провезли В черных Мешках Вот Это Вот Описать Вот Это Отчаяние Которое Меня Охватывало Вот Это Ожидание Смерти Смотришь Потолок И понимаешь Ты умираешь Какие Лекарства У доктора Спрашивают Доктор Какие Лекарства Я постараюсь Достать Какие Лекарства Какие Лекарства Живой воды Если Только У тебя Легких Нет Какие Могут Быть Лекарства А я Знаю Что Мне Легких Нет Я Делаю Вдох А мне Нечем Вдыхать Не вдыхается Зевнуть Даже Не могу Не хватает Мне Ох Кстати Надо Зевнуть Ну Сейчас Хорошо У меня Разработалось У меня Процентов 30 Наверное Легких Уже Есть А это Было 10 Вообще Ни О чем Вот Это Все Описать Потому Что Никогда Так Страшно Мне Не Было Ни В Тюрьме Ни В Афгане Вообще Последние Месяца Три Только Было Страшно Когда Понял Что Служба Подходит К Концу Дом Это Не Что То Так Абстрактное Дом Это Вполне Реально Что Через Три Месяца Вполне Не могу Быть Дом Если Меня Не Убьют Убивают Дембелей И Дембелей Убивают Очень Обидно Два Года Отслужить Вот Уже Дом Через Две Недели Война В Реанимации Было Очень Страшно Умирают Покойники Ой Блин Нет Выживают Много Выживают Даже Большинство Выживает Выживает Большинство Но Покойников Много Ужас Недавно Слышал Я Передавали мне Слова Другого Человека Что До того Как Я Приехал До того Как Были Закуплены ИВЛ В достаточном Количестве Когда Ковид Только Начинался Это 22 Год В Ру Не 20 Год Я В 21 Лежал В 20 Году 17 Человек В день Умирал А При Мне Умирал Уже 4 Человек 2 2 3 4 Человека В день Умирал Это 17 Человек В день Умирал Страшная Болезнь Про Это Написали Ну Это Вообще Будет Это Мрачнее Чем Эдгар Пон Мрачнее Чем Достоевский Минуты Тянется За минуты Ты Еще Живешь И Думаешь Я Сейчас Помру Я Сейчас Помру Вот Оказывается Как Это Бывает Я Сейчас Помру Психоз Какая Сатурация 97 97 93 97 93 95 Сатурация Пульс Пульс Сатурация Смотришь На Монитор Только Сатурация Не Упала Потому Что Другие Умирали Как У них Сатурация Шла Вниз 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 93 89 82 79 69 В кому Человек Впадает Его же Интубирует В трахею Вставляет Ни один Не выбрался Кого интубировали Пример Трех Человек Интубировали Четырех Никто Не выбрался Если До Интубации Дошло Пиши Пропал А тут Какой-то Удалец Харпов Да Тут Такой Багаж За плечами А тут Удалец Харпов Который Навального Ты не видел Решил Блесны Стать Звездой Ютуба Ну Все-таки Книжки Какие-то Читать Надо Что-то Надо Испытать Помимо Харпов Харпы Хорошо Конечно Как там На особом Режиме Ну Всех Этот вопрос Интересует Если бы Не Навальный Никто Не знал Такого Слова Как Харп В Какое Время Все Успеваю Не могу Я сидеть На месте Мне нужно Идти Дальше Дальше Развиваться Надо Дальше Надо Развиваться Иначе Сам Себе Сделаюсь Скучно Когда Себе Сделаюсь Скучно То И вам Сделаюсь Неинтересно Туши Свет Сливай Воду